вопросик друзья зачитываю здравствуйте еще раз и вот вопрос здравствуйте михаил и светлана пишет вам александр мне 40 лет подскажите как быть стал замечать что люди на которых я смотрю начинают испытывать дискомфорт и чувство вины мне это ужас не нравится моя жена говорит слава богу есть жена моя жена говорит что это из-за моей мнительности и я всегда таким был просто не замечал то есть на самом деле все нормально просто он себе надумал окей но теперь не знаю как от этого избавиться это стало частью меня подскажите как мне себя вести и о чем думать чтобы люди люди рядом со мной чувствовали себя комфортно мне этого очень хочется спасибо вам огромное за ваш канал с уважением александр такой вот вопрос у нас не необычный давайте мы поедем я специально остановился на обочине чтобы вопрос зачитать чтобы ездить безопасно что чтобы я сразу сказал понимаете вопрос выходит на мой взгляд за рамки такого бытового житейского сознания здравого смысла опыта когда там гад мужик вот и там на 20 лет старше вот ты скажи вот как ты считаешь я я думаю что вот данной конкретной ситуации гораздо правильнее было бы так приватненько пойти к специалисту там не за психологу и с ним проконсультироваться потому что мнительность я не знаю с чем это связано жена говорит что это всегда так было и она говорит это там ничего такого нет не это тебе кажется что так понимаете это тоже интересно то есть жена этого не видит человек видит жена не видит какой-то вот такой психологический феномен я бы я бы конечно с психологическими феноменами пошел бы к психологу психотерапевт там кому-то я не думаю что это какая-то очень необычная проблема мне мне кажется что они постоянно с этим имеют дело и прекрасно знают как все это дело там починить как у нас говорят пофиксить вот поэтому существенно что человека ощущение какую-то проблему видит и он как бы хочет чтобы ему с ней помогли в этом смысле если вы придете к специалисту вам вам легко помогут но проблема в том что человек у него есть проблема а он к специалисту идти не хочет я как бы у него вот что такое ступор такой да и тогда ему помочь нельзя вот тогда проблему поэтому если если есть беспокойство сходить я я не думаю что там что-то такое тем более хочется чтобы люди к тому комфортно себя чувствовали вот значит он понаблюдает там может может быть окажется что действительно они себя нормально чувствуют и нет никакой проблемы может быть есть какой-то уровень тревожности который надо снять там я не знаю там может там пропить какое-то лекарство или бывает знать как бывает стресс мы мы все под стрессом живем я вот рассказывал как-то раз историю что когда в москве мы еще жили там ребенку нашим был я не помню лет семь-восемь это там плакала иногда там что ты нам казалось что чё она там плачет и как-то это мусора нервная какая-то мы пошли к к врачу и там детскому я не помню кто это был там какой специальности был врач и она нам говорят ребята она говорит если бы вы пришли ко мне там не за этом 30-40 лет назад так я бы рассказал что ребенка там нервный срыв там и так далее а сейчас все такие сейчас все дети такие абсолютно нормальный ребенок вот как все давайте поэтому где-то значит может быть он нахватался чего-то такого и какие-то переживания может быть действительно на работе отношения там еще что-то и мы же не знаем вот поэтому я бы честно я бы не взялся я бы не взялся ничего сказать потому что я я не вижу место для бытового такого рассуждения направление и решения вот вот мой как бы здравый смысл и мой житейский опыт говорит о том что вот с такого рода штукой надо все-таки пойти к специалисту потому что как бы не навредить еще понимаете тут тут еще хуже будет если навредить так что вот я советую александру вот значит все таки это сделать и хочу его поддержать и выразить как бы надежду что ничего там такого нету там ему там посоветуют чем-то или там пропишут что ты это все прекрасно преодолеется жизнь такая знаете вы не представите ребят сколько я вижу людей под стрессом под тяжелым стрессом иногда в депрессии иногда на таблетках и они когда приходят не до приходит человек он уже на таблетках это видно знаете там такой счастливый такой они дай ему таблетки так он может вообще заболеть эти вот я как-то разговаривал с врачом на эту тему и он говорит майкл говорит вот ты смеешься говорит что здесь легко дают эти самые антидепрессанты есть такое лекарство золофт называется антидепрессант золофт я как-то там читал является пятым по чистоте значит выписывание рецептов медикаментом в сша пятым причем два первые два там ну первые четыре там два от холестерола и еще два по-моему от изжоги что в них вот а а этот пятый и и и врач где ты знаешь чего лучше вот 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 это чем например он там работу потирал у него стресс там у него там начнутся проблемы с почками печени со всеми остальными делами на нервной почве пусть немножечко так вот снимется и поэтому я я много вижу народу в таком состоянии и я как бы уже приноровился что-ли быть осторожным в таких делах то есть не не лезть не вмешиваться и как бы бережно бережно относиться к человеческой психики здоровью и так далее поэтому вот я будучи вот в этом режиме бережного отношения значит советую к специалисту обратиться счастливо а